Слава Иисусу Христу! Всемогущего Творца Неба, Земли, Всего Видимого, Невидимого и в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, Единородного, От Отца Рожденного, прежде всякого времени. Как свет происходит от света, Бога Истинного от Бога Истинного, Рожденного, а не Сотворенного, Единосущного Отцу, через Которого все сотворено. Нас ради людей и ради нашего спасения, сошедшего с небес и воплотившегося от Духа Святого. И в Девы Марии, и ставшего человеком, распятого за нас, припомните Пилате, и страдавшего, и погребенного, и воскресшего, и воскресшего, в третий день, согласно Писанию, и вознесшегося на небеса, и сидящего на почетном месте у Отца Своего, и вновь грядущего, во славе Своей, чтобы судить живых и мертвых, и Его Царству нет и не будет конца, и в Духа Святого, Господа Истинного, Животворящего, от Отца Пришедшего, со Отцом и Сыном. Мы Ему равно поклоняемся и прославляем Его. И Он говорил нам через пророков, воединую, святую, соборную и апостольскую церковь, исповедуя Единокрещение, восставление грехов, ожидая воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь! Аплодисменты Отцу, Сыну, Святому Духу, Богу нашему. Бурные и продолжительные аплодисменты Святому, Великому, Чудному, Целителю, Освободителю, Искупителю, Спасителю Роди Человеческого, Ему, возлюбившему нас, Ему, отдавшему Сына Своему за нас, Ему, сегодня спасающему грешников, Ему, сегодня исцеляющему больных, Ему, сегодня здесь присутствующему, наши слава благодарности, наши аплодисменты, наше все. АПЛОДИСМЕНТЫ Господь, наши аплодисменты эти, наши молитвы, сегодня все наше Тебе. Господь, Ты наш учитель И Ты сегодня среди нас Ты сказал, где двое или трое Собранное во имя Твоя, там и Ты посреди Учи сегодня нас На примерах из истории христианства Сегодняшнего вечера И все эти вечера Собирай нас вместе Учи нас Чему-то важному, полезному, нужному Каждому из нас Учи нас не грешить пред Тобою Учи нас, Господь, исполнять Твою волю Господь, избавь нас от слова Духа критисизма Господь, не дай нам быть судьями истории Судьями живым или мертвым Но дай нам быть смиренными Твоими учениками Господь, учащимся На ошибках наших братьев Предшественников Господь, Ты единый судья наш И Тебе вся слава и честь и хвала Боже всемогущий, благослови Николаев Благослови область Николаевскую Боже всемогущий В эти предпасхальные дни Отец Бог Небесный Обрати свое лицо сегодня на Николаев Обрати свое лицо Этой земле И благослови ее Боже В этом городе Благослови всех любящих Тебя И Тебя боящихся Господь, христиан разных деноминаций Конфессий Всех любящих Тебя Любящих Иисуса Христа Всего сердца Призывающих Твое святое имя Боже Благослови Господь Евангельских христиан Пятидесятников Баптистов Боже Благослови православных христиан Католических христиан Боже Самогущий Ты знаешь Господь Каких еще верующих Боже Которых ты собрал здесь И кого соберешь дальше Господь В эти дни Боже Пусть здесь Господь В церкви В этом здании церкви Любовь Христова Пусть Господь Действительно твою любовь Освобождает Снимает цепи Греха Проклятия Беззаконий Во имя Иисуса Христа Пусть Господь В этом семинаре В сегодняшний вечер И каждый вечер Следующий Господь На протяжении этих двух недель Боже Предпасхальных и пасхальных дней Боже Всемогущий Пусть Господь Множество душ Господь Обретут Жизнь Обретут Спасение В Тебе Боге Нашем Обретут Исцеление От болезней Своих Освобождение От бесов Боже Всемогущий Пусть цепи Будут Разторгнуты Господь и души Избавлены Отец Я прошу Тебя Также за тех Наших братьев Сестер За тех Кто не смог Прийти сюда На семинар Но хотел бы быть здесь Отец Я прошу Тебя Господь Не лиши их Господь благ Прикоснись К ним Там где они сейчас Находятся Господь На рабочих местах В домах В больницах Где бы они ни были Господь Благослови наших Дорогих телезрителей Боже Благослови тех Кто сейчас В трансляции Прямой Подключился Боже И смотрят Эту трансляцию Боже Благослови И их также Господь Каждую душу Благослови Господь Будь с нами Сегодня Боже Амин Амин Пожалуйста Присажьтесь Возлюбленные братья Сестры Слава Богу Всех вас приветствую Благословляю Именем Иисуса Христа Добрый вечер Добрый вечер Дорогие друзья Дорогие братья Сестры Добрый вечер Николаев Я рад Что Господь Сегодня Дал мне возможность Такой начать Семинар В вашем Замечательном Городе Я Благословляю вас Дорогие друзья И Очень рад Тому Что И Двернета честь Что вы пришли Почтили сюда Бога Пришли сюда И В общем-то Согласились Выслушать То Что У меня на сердце Есть вам Передать Я хочу На протяжении Этих недель Двух недель Начиная С сегодняшнего вечера Говорить на тему Истории христианства Уроки из истории Христианства Каждый вечер Я так думаю В планах моих Каждый вечер Раскрывать Какую-то тему Некоторые вечера Будут продолжать Иметь продолжение Допустим Начало Одним вечером Будет продолжение И завершение Вторым вечером Некоторые темы Будут иметь Именно Границу Одного вечера Но Каждый вечер Будет Одна и даже В общем-то Тема История христианства Тема Огромная За две недели Конечно За два За Вот Эти вечера Двух недель Конечно же Очень трудно Нам даже Бегло Осмотреть Два тысячелетия Истории нашей С вами церкви Церкви Иисуса Христа Я говорю нашей с вами Да, спасибо большое Спасибо Почему? Потому что Церковь Иисуса Христа Она одна Потому что Иисус Христос Основал свою церковь И я с этого Хочу начинать Сегодня Он именно Основатель церкви Своей Иисус Христос Он сказал Записано У евангелиста Матфея 16 глава 18 стихом Следующее Написано Что я создам Церковь мою И врата ада Не одолеют Ее Аминь Господь Иисус Христос Основатель церкви Он тот Кто основал церковь Он фундамент церкви Он голова церкви И он есть церковь Тело Иисуса Христа Дорогие друзья Я рад Приветствовать И Православных христиан Протестантских христиан Католических Не знаю Есть ли католические христиане Но В этот Воскресный день Следующий Я планирую проповедовать В костеле утром Католическом Вашего города И Также Быть в гостях Хочу у пастора Игоря Тишевского Группа Прославления Была как раз Церкви И Спасибо И для меня Это Спасибо Очень Дорогие Близкие люди Родные души Хорошо иметь Знакомых Таких Близких людей В разных городах Знаете Как приятно Видеть в разных городах Верующих Христиан Которые любят Господа Иисуса Христа Так приятно До того Как приехать в ваш замечательный город Я был в городе Одессе И Есть Одесса Бандитская Есть Одесса культурная Есть Одесса очень разная У них даже свой язык есть Одесский такой Но Есть Одесса Христианская Не многие ее знают Но Мне очень Посчастливилось Увидеть именно Христианскую Одессу Увидеть тех Любящих Бога Одесситов С их Таким Уникальным юмором С их Интересным таким Диалектом Любящих Иисуса Христа Так хорошо Думаю На небесах Увидеть Одесситов Хорошо И приятно Думаю Увидеть Тех же Рыбачку Соню Там и кого-то еще Покаявшихся Грешников Слава Богу Хорошо Украинской Реформа Реформаторской Православной церкви Я передаю привет От наших батюшек Матюшек От наших священнослужителей Нашей церкви И прихожан И на следующей неделе Для вас будет Некакой сюрприз Приготовьтесь Вечера Следующий На следующей неделе У нас будут гости Даст Бог Будут Священнослужители Нашей епархии Которые будут посещать Ваш тоже город Меня будут поддерживать И По возможности Думаю Тоже Что-то Расскажут Слава Богу Ну Это как бы Пока еще В планах Так вот Господа Дорогие Братья и сестры Еще Я Хочу ответить На ваши вопросы Я хочу Быть полезным Вам максимально И дать вам Максимально То что Как бы Вам пригодится В вашем Служении христианском На этой земле Поэтому Если у вас есть вопросы Может быть вы пришли Уже сюда С вопросами Некоторыми И сегодня Может быть вы не услышите Ответа на ваши вопросы Потому что сегодня Тема такая специфическая И Может быть вы Не сможете Все вечера посещать Кстати Вот слава Богу За запись То что делается Запись И это все Сможете вы увидеть Потом в записи На ютубе В интернете Можете скачивать Использовать это все На дисках В DVD дисках Это все потом Можно будет Приобретать Распространять Все свои материалы Лекции Проповеди Все права Я даю Иисусу Христу И Духу Святому Который вдохновляет Поэтому Я могу Говорить это смело Что пожалуйста Тиражируйте Распространяйте Любым образом Заливайте в сеть Давайте вашим друзьям Перезаписывайте Вы никак не нарушите Авторских прав Никаких То есть я Принял такое решение Однажды Что все мои Проповеди Записы Все Все Начиная с 96 Года И по сей день Именно как Такой Как реформатор Я даю все эти права На Именно Отдаю моему Господу И Спасителю Иисусу Христу Слава Богу И Если у вас Есть вопросы Пожалуйста Пишите Возьмите Записы Сделайте записочку Передайте Наперед И я думаю Что Если Это Будет Уместно Наверное В конце Или каждого вечера Или же Через вечер Я буду стараться Давать ответы На вопросы И вы сможете Вживую Или в записи Потом посмотреть Ответы на ваши вопросы Договорились Слава Богу Господа Дорогие братья и сестры Слово Которое я сказал В самом начале Которое Сам Иисус Высказал В Иоанне Где от Матфея Записано 16-18 Что я создам Церковь мою И врата ада Не одолеют Ее И сам Иисус Христос Он основал Свою церковь Не на Петре Как некоторые Мыслят Христиане Слово камень И камешек Это разные слова Петр и Петрос Разные слова Можно сказать Что Иисус Сказал Ты камень Но на семь камней На Иисусе На самом себе Я создам Церковь мою На этом Великом Испомедании На вере На вере В живого Бога На вере В Спасителя Господа Иисуса Христа И подтверждением Являются Слова Самого Апостола Павла В послании В Коринф Третья глава Одиннадцатый стих 3.11 1 Коринфян Написано Ибо никто Говорит Не может положить Другого основания Кроме положенного Которое есть Сам Иисус Христос Иисус Христос Фундамент Церкви И написано В Библии Что Мы Строим здание Это Божье здание Царство строится На основании Апостолов Да Безусловно На основании Апостолов На основании Пророков Имея Краеугольным Камнем Самого Иисуса Христа И каждый Верующий Каждый Христианин Является Живым камнем В этой стройке Тысячелетий Уже Два тысячелетия Продолжается Строительство Церкви Бога Живого Слава Иисусу И каждый Спасенный Грешник Каждый Человек Рожденный Свыше Он Является Живым Камнем Кого-то Покрепче Бог ставит Где-то Фундаменты Знаете Как При строительстве Есть кирпичи Облицовочные Они больше Красоту Как бы имеют Да Есть какие-то Крепкие камни Где-то В основаниях Мы Все Пригождаемся Христиане Все Нужны Господу Иисусу Христу Он Каждому Из нас Найдет Место В своем Этом Дизайне Как в одной Песне Поется Прекрасный Слава Иисусу И Друзья мои Иисус Когда умирал На кресте Он сказал Совершилось Он сказал Совершилось И что имею Суду Совершилось Наше Искупление Агнец Божий Умер На кресте Пролил Свою Кровь И Завеса В храме Была Разорвана Самим Богом Сверху Донизу Туда Во святое Святых В древности Заходил Только лишь Первосвященник И лишь Раз в году Первосвященник Имел Право Имел Возможность Зайти туда Как алтарь Вот те Кто знают Устройство Православного храма Ну допустим Вот как здесь Допустим Сцена Сцена Сюда допустим В древности Мог только лишь Представить Это храм Храм Иерусалимский Сюда Только лишь Старший Ну как Патриарх Допустим Да Патриарх Мог зайти Именно Первосвященник И лишь Раз в году Это было Осенью Это было На праздник Такой Особый День Искупления Можно так Назвать По-русски Йом-Кипур Когда Заходил Первосвященник С кровью Жертвенного Животного И он Заходил Чтобы принести Эту жертву Пред Богом За самого себя За Свой дом За Весь Израиль Божий За всех Боящихся Бога За все Человечество По сути За всю Вселенную Потому что На всей планете Нашей Не было Больше Таких мест Где бы Можно было Приносить Жертву Богу Это мы Знаем Из Библии Бог сам Определил Это место В Иерусалиме Бог сам Определил Это место Для храма Своего И этот храм Он был Один Один Бог Один храм Все было понятно И Иисус Сказал В Евангелии От Иоанна Записано В четвертой главе Потрясающие слова Разговор В четвертой главе Главная кульминация Разговор Иисуса Христа С самарянской женщиной Не с еврейкой Он разговаривал С язычницей С не еврейкой Разговаривал И открыл ей Виде ее сердце Такое Ищущие Любящие Бога Знаете Он открыл ей Открылся ей Как мессия Открылся ей Как спаситель И он сказал ей Записано У Иоанна 4.24 Что Бог Есть дух И поклоняющиеся ему Должны поклоняться Как в духе И в истине И написано Что отец Ищет себе Таких поклонников Мне нравится Это в украинском переводе Сказано Правное Отец Жаждет Увидеть таких Поклонников На этой земле Которые поклонялись В духе В духе И в истине Есть действительный Агнец Божий Заклонный Как бы Заклонный Он Воскресший Агнец И Друзья мои Удивительно Совершилось До Иисуса Христа Все жертвы в храме Они были Прообразом Это жертвы То бишь После Иисуса Христа После распятия Иисуса Христа Все жертвы в храме Стали бессмысленными Никчемными Ненужными Абсолютно ненужными Но священники Упрямо продолжали Свою работу Знаете ли Я считаю Самые большие грешники Это Мой батюш Священники Потому что мы часто Делаем Понакатанную работу Которая Богу Уже не нужна Допустим И это самое Ягается препятствием Для Бога самого И священники Зашили завесу Как будто бы Ничегошеньки Не произошло Как будто бы Это просто совпадение Просто так получилось Землетрясение Вот и завеса Разорвалась В народе даже говорят Просто так Прыщ и вскочил Иисус говорил Что волосы на голове И то все сочтены Птичка маленькая И та уже У Бога на учете Так вот господа Скажу что Конечно То что Произошло в храме Это не было Просто совпадением Это было Божьим Святым действием Это было Великим Знаком От Бога И Скажу вам еще одну Такую Правду Историческую Которая Есть в некоторых Книгах исторических В частности В Талмуде В книге Традиционного Иудаизма Ступнического Иудаизма Той части Иудаизма Что не приняла А еще Исио Иисуса Христа То бишь В этой книге Незаинтересованной В распространении Христианства Есть десятки Таких косвенных Подтверждений Правдивости Личности Иисуса Как Христа И Ишуа Как Машиаха И Нового Завета Или Брит Хадаша Нового Договора В крови Агнса Мессианские Равины Насчитывают До сотни Таких косвенных Подтверждений Правдивости Личности Иисуса Как Христа Самые потрясающие Откровения Косвенные Подтверждения Правдивости Личности Иисуса Как Христа Именно Мессии Содерживаются В книге В разделе Талмуда Который Называется Йом Кипур Йом Кипур Или Йома Раздел Йома Тот раздел Который Говорит Как раз О празднике Дня Искупления И там Говорится Что Последних Сорок лет На Йом Кипур Жертва Всевышним Богом Не принималась В храме Никогда Сорок лет Подряд Последних Сорок лет Там даже Говорится Три раза По сорок Вообще Там говорится Что Сорок лет Подряд При некоем Шимоне Цадзике То есть Симоне Праведнике Было так Что Каждый год Во святом Святых Жертва На Йом Кипур Всевышним Богом Принималась Каждый год Потом написано Сорок лет Было неопределенности Временами 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 Нет Говорят Что Через год Большинство Равинов Так Толкует Машерамбам Так Толковал Маймонит Что Через год Принималась Жертва Но Последних Написано Сорок лет Мудрецы Писали Вовеном Санкт-Лануде Последних Сорок лет Никогда Не принималась Жертва В храме Храм Был Разрушен В Семидесятом Году Нашей эры Отнимаем Сорок лет Простая Арифметика Получается Тридцатый год Нашей эры Время Страдания Мессии Время Страдания Христа Мы не знаем Точный год Страдания Христа Мы не потому Что не знаем Точного года Рождения Христа Можно так сказать Хотя Сегодня уже Знаем Что это Рождение Рождество Христа Было На три Даже Почти четыре Года Раньше Чем это Принято считать Принято Официальной Церкви Христианской Так Получилось Это Не наша вина Конечно Не сегодняшний Христиан Это еще В раннем Средневековье Когда Христианство Становилось Государственной Религией Я буду Говорить об этом На этой неделе Более детально В эти вечера Так вот В этот момент Когда Формировалось Христианство Как государственная Уже религия Была необходимость Создания Некоторых Праздников Культ Должен был Создан И поэтому Первыми Появились Праздники Которые Имели Какое-то Библейское Обоснование То есть Допустим Вспоминали События Из жизни Допустим Иисуса Христа Потом Появлялись Праздники Вспоминающие События Из жизни Марии Матери Иисуса Первые Христиане Очень хорошо Слава Богу И я Я сам Люблю Крисмас Тайм Люблю Время Рождества Люблю Проповедовать В разных Церквях Я бываю И в католических Костелах Православных Храмах Протестантских Собраний Баптистов Пятидесятников Аризматов В разных Собраниях Я проповедовал На Рождество Последние Эти годы И у нас Здесь И в России И в Других странах Бывшего Безбожного Советского Союза И в других Странах мира В Америке В Австралии В Европе И знаете Что интересно Проповедую На Рождество Я В общем-то Всегда Последние годы Говорю следующее Что мы не знаем Точного дня Рождения Христа И месяца Хотя Есть Некоторые Учисления Есть предположения Но точно Никто не знает Сейчас Но Даже год Мы знаем Рождение Христа Лишь приблизительный Но Я знаю Одно Как проповедник Как христианин Что Христос Сегодня Должен родиться В сердцах Людских В сердцах Верующих И Это Самое Тайное Есть Рождество И для меня Празднество Рождество Христа Допустим В частности Коль затронул Тему Скажу Это Повод Благовестия О Христе Иисусе Вспоминания И благодарения Бога Во-первых За милость Его За тайну Рождения Мессии Во-вторых Возможность Благовестовать По крайней мере В большинстве Стран Знаете ли Люди Так или иначе Слышали Что-то о Рождестве Слышали Что-то о родившемся Христе Кто-то в мультиках Кто-то в фильмах Кто-то Где-то В традициях Мне очень нравятся Украинские традиции Я россиянин Украина Моя вторая родина И Духовно Где Я как реформат Состоялся Как священнослужитель Реформатор Именно Обновленец Так вот И В Украину Как раз Я приехал Впервые Как раз Под Рождество И это было Во Львове Потом Был в Киеве Мне очень нравилось Красиво Вертепы Знаете ли Удивительно Люди Пели Вот эти песни Красивые Многие из вас знают Наверное Эти песни Рождественские песни Я не знал Что Как бы Это все сохраняется Потому что Там где я жил В России Центральной Европейской Эти традиции Как бы Ну они забыты У нас было больше Как бы этого Коммунизма Всего И Забыли Ну а здесь Как бы Особенно в западной части Сохраняются эти традиции Допустим Поются песни Ну какие-то песни Напомните Радуйся земля Радуйся земля А еще Новая радость стала Яка небула На дверте Погов зірка ясна Світло засяла На дверте Погов зірка ясна Світло засяла Де Христово Сродився Сдивы Волоплотився Як людина Пеленками Богими Побився И далее Слава Иисусу Христос таки Народився А где Он родился Не просто в Ифриеве Иудейском Он родился В сердцах верующих Он родился В моем сердце И Я считаю Очень хорошо Сегодня христианам Использовать Эти вот допустим Такие события Какие-то Праздничные Дни Для благовестия О Христе Иисусе Для благодарения Бога И для благовестия Но Возвращаясь к тему Скажу следующее Господа Празднолюбцы Вынуждены Как бы Огорчить Может Некоторых христиан Спорящих Знаете ли В январе Или родился Христос Или В декабре Как бы Разные есть Мнения Но Вынуждены Разочаровать И тех И других И не в декабре И не в январе Мы не знаем точно Когда Но вероятнее всего Это было Начало сентября Так говорят Астрономы Сегодня Так говорят Ну Ведущие астрономы Нашей планеты По крайней мере По их вычислениям Это были Первые дни Сентября Это касательно И звезд И знамений На небе Которые были Как раз Именно В той части Земного шара И В общем-то Самоперепис Кесаря Августа Она проходила Во время Которого Родился Мессия Христос Она проходила В летнее время По-нашему Это Июнь Июль Август И сентябрь И Никак дальше То есть Уже К концу сентября Никто Не переписывался Ни в Иудее Ни в других провинциях Рима Рим проводил Перепись Лишь в летнее время Заканчивалось Примерно все В середине сентября По-нашему Исчислению Или конец сентября Так вот Там были другие Как бы Обозначения Месяцов В Иудеизме Так вот И плюс еще Подтверждением Является Косвенным Что Во время рождения Мессии Рождение Христа Пастухи Были На полях С животными И вертепы Были Предоставлены Для гостиницы А это все Было Как раз Лишь В летнее время Дело в том Что как раз Июнь Июль Август И сентябрь Животные Проводили В полях В Израиле Сезонные рабочие Об этом говорит История И археологии И Отчим Десятка разных Исключников Есть Об этом Однозначно Говорящих Что никаких Животных В полях Вы не могли Увидеть Ни в октябре По нашему Ни дальше Только лишь Июнь Июнь Август И сентябрь Животные Были В полях И сезонно Рабочие Нанимавшиеся Ночевали Все это время Фактически Там Вместе Животные В полях А когда Животных Погоняли На пастбище Все вертепы Они были Вычищены Они были Ну как бы Восстановляемы Они были Ремонтируемы И предоставлялись Либо за деньги Либо бесплатно В зависимости От Намелений Хозяев Для проживания Бедным людям Для экстренных Таких Ну мало ли Какие-то Ситуации Возникают И во время Переписи Как раз Эти вертепы Они использовались Кстати Интересно Ангелы Что сказали Пастухам Помните Что вы увидите Знак Младенец С пеленами Какой знак Что здесь Такого необычного Вы скажете Ну подумаешь Все же Младенцев Пеленают Всех да не всех В Иудее Не было Такой традиции Значит Кто Интересовался Культурой Израиля Того времени Пеленами Пеленать Младенца Было Нетипично Возле Вифлеема Дело в том Что пелены Были только Лишь одного Плана Там не было Пеленок Распашонок В маркетах Там были Пелены Которые Для погребаний Приготовлялись Их очень много Там складировалось Археологи Нашли очень много Этому подтверждений Историки То есть Не то чтобы У Иисуса было Такое тяжелое детство Но По всей вероятности Что-то было подобное То есть Родители Христа Они не могли Позволить себе Даже Вот как бы Такие Как бы Расходы Будем договорить По всей вероятности Хозяева предоставили им Такой Как бы Может не очень Красивый случай Но Пелены Вот эти вот Что В основном Бизнес Был какой В этих вертепах Складировались Эти погребальные Пелены То есть Это чисто Это неспокойник Не-не-не Но это для покойников В принципе Их потом Продавались Это все Продавалось Это был бизнес Своего рода И как раз В летнее время В этих вертепах Они складировались Так вот То есть Кроме Постояльцев Там могли быть еще И вот эти вот Пелены Их могло быть Очень много По всей вероятности Хозяева Давшие Возможность Иосифа Марии Там Остановиться Погостить Дали возможность Пользоваться И вот этими Материями Ну Конечно же Кроме того Что ребенок Был спеленут Знаете ли Мы знаем еще Что мудрецы С востока Они еще один Знак сделали Да Они принесли Золото Ладан И смирну А смирну Только для покойников Приносят Смирна Это то Что Приготов Ну это конечно Жутковатая картина Мы Может быть Об этом Не размышляем Но если Размышлять Поглубже То немного Страшновато Становится Немного Жутковато Представьте Себе Ребенок Только родился Он спеленут Во первых Ну Сами пеленки Уже как бы Некое такое Грозное Предзнаменование Вот как бы Может быть Так расценено Но Марии По всердности Она не была Суеверной женщиной Она была Благочестивой И как бы Не суеверной Однозначно Даже из этого Исходя Можно сделать предположение Другая бы женщина Испугалась Знаете Использовав материю Которая Ну Покойникам Предназначена была Но А здесь еще Представьте себе Звонок в дверь И являются гости Иностранцы Хорошо там золото Ну ладно Понятно Но Они принесли еще и смирно То что для покойника Это все Что допустим Вы с роддом И только что Приехали домой С ребенком Вам звонок в дверь И вам принесли Похоронный венок И сказали Это для вашего Новорожденного Ребенка Ну скажите А во что Это что Черный юмор Как бы Зачем нам похоронный венок У нас Ну как бы Не похорон У нас Рождество У нас Родился Младенец У нас Все хорошо Но Знаете ли Однажды Прошло немного времени Один мудрый человек Любящий Бога Пророк Божий Симеон Он сказал Марии Следующие слова Страшные слова Что тебе пройдет Оружие душу Очень страшные слова И на самом деле Возле креста Мало кто остался Когда Иисус Был на пике славы Когда он был В окружении Тысяч людей Чудеса Исцеления Кормления голодных Там как бы Много Изавистников Всяких Но Как бы Толпа поклонников В Иерусалим Ежал так же Как бы Люди кричали Но когда Проблема Когда беда Обычно Очень мало Кто остается И возле Иисуса Когда он был Унижен Оскорблен Оплеван Осмеян И распят Очень мало Кто остался Вот Но мама Матери Она была с ним До последнего Она была с ним До самого Последнего Вздоха Она оставалась Верной И действительно Ей прошло Оружие душу Вот Мел Гибсон Это очень хорошо Показал В этом фильме Своем страсти Христовым Вот именно Действительно Страдание Матери Но при всем Знаете Вот осознании Вот этих Страданий Материнских Возле Христа Иисуса Христа Ей прошло Оружие Действительно Пророчество Исполнилось Но пророчество Не имеет Смысл Не имеет Целью Похоронить Человека Пророчество Имеет Целью Когда мы Слышим Пророчество О грозных Страшных Допустим Событиях В вашей жизни Личной Или допустим Жизни церкви Общества Это не повод Горевать Это повод Собраться С силами С мужеством Это означает Что Бог Он даст помощь Он даст Силу Преодолеть Это все Выстоять И Мария Выстояла Слава Богу Но Ее страдания Материнские Они не смогли И не смогут Спасти никого Из нас Но страдания Христа Иисуса Как непорочного Агнца Его божеской Крови пролиты Достаточно Чтобы спасти Искупить Каждого из нас Каждого человека Друзья мои И О Рождестве Христа Я так задуман Всем это Глубоко Но Скажу что Примерно В 30 Году Произошло То что Произошло То что Иисус Был распят Воскрес Из мертвых Он сказал Совершилось Завеса Разорвалась И вот С того Самого Времени Удивительная Вещь Об этом Говорит Талмуд Жертва В храме Перестала Быть принимаема Богом Помните слова Иисуса Он сказал Что Оставляйте Дом Ваш Пуст Дом Не в смысле Дом Императора Дом Правителя Или дом Какого-то Богатеря Нет Иерусалим Без храма Это как Ноль Без палочки Это вообще Ничто Это Самый Главный Дом Дом Великого Царя Царя Царей Бога Богов Дом Небесного Отца И Говоря Иисус Что дом Ваш Пуст Остается Это были Очень страшные Слова Недаром Иисус Плакал Иисус Сказал Которые Показывали Эти камни Храма Он сказал Что все Это будет Разрушено Придет Время Это все Будет Разрушено Камни На камне Не останется Вот Посомните Мое Слово Так оно И будет Конечно Это страшное Слово Но оно Исполнилось Буквально И исполнили Не ученики Иисуса Христа Все это Не христиан Никто Нет Это исполнили Язычники Исполнили Те кто Не знали Бога Насмехали Даже над Религией Евреев Это были Римляне Римские Окупанты Они Разрушили Этот храм До основания Камни На камне Не оставили И это Проношло Через 40 лет После того Как Иисус Христос Сказал Сказал Эти страшные Слова Целых 40 лет Всемогущий Бог Отец Небесный Ждал Покаяния Своего Народа Да Были Обращенные Да Тысячи Евреев Покаялись Да Многие Священников Покорились Вере Но к сожалению Основная Масса Осталась В ожесточении И Сам Костяк Вот этой Религиозной Мафиозной Структуры Он остался При своих Понятиях При своих Пониманиях Не захотели Люди Покоряться Праведности Божьей Которые Через веру В Иисуса Христа Решили По-прежнему Остаться В своем Ожесточении Бог Ожесточил Сердце Своих Детей Но и Этого Благо Как потом Мы узнали Друзья мои Удивительная Вещь Произошла 40 лет В храме Приносили Жертвы Люди Пытались Священнослужители Пытались Принести В храм Эти жертвы А кровь Проливали Бог Говорил Нет Нет Смотрите Агнес Уже Заклан Эти Агнцы Не нужны Уже Все Все Совершилось Кстати В Талмуде Говорится Также О других Очень дурных Знаках Которые Были В храме На протяжении Последних 40 лет Я назову Некоторые Из них И вам Будет Уже Достаточно Понять Что Понять Что Насколько Все Было Очень Страшно На протяжении 40 лет Опять-таки Роковой 40 лет Последних Завеса Была Зашита Да Но Храмовые Ворота Они Сами Собой Распахивались Во время Богослужения Об этом Говорит Палмуд 40 лет Подряд Храмовые Ворота Распахивались Потом На протяжении 40 лет Минора Храмовый Сами Свешник Сама Собой Затухала Во время Приношения Это не от Сквозняков Друзья Мои На Хануку На праздник Обновлений Мы вспоминаем События Которые Были До Нашей Эры Еще До Иисуса Христа События Когда Сверхъестественно Минора Горела Масло Не заканчивалось Бог Совершал Великое Чудо Но Здесь На протяжении 40 лет Мы видим Как бы Анти Ханука Против Хануки Наоборот Масло Есть Все Есть Но Огонь Исчезал Минора Затухала То есть Бог показывал Закончен Бал Погасли Свечи Закончилось Время Храмового Благочестия Пришло Время Иного Благочестия Пришло Время Нового Храма Кстати В те Времена Когда Все Это Происходило И Священники По-прежнему Упрямо Штурмовали Закрытые Двери Игнорируя Открытую Дверь Самого Иисуса Мессию Так вот В это Время Один Еврейский Апостол Для Изничников Для Ну он Проповедовал И своему Народу Но он Проповедовал И не только Евреям Он Большей Частью Проповедовал Не евреям Он написал Коринфянам Следующее Уже Упомянутая Первая Коринфянам Третья Глава Та же Самая Только Шестнадцатый Стих Ваше Ваше Внимание Обращаю На Шестнадцатый Стих Там Говорится Разве Не знаете Говорит Что Вы Храм Божий И Дух Божий Живет Вас Представляете Храм Существовал Тут еще Еще Он Функционировал Но Бог уже Закрыл Небо Над тем Храм Но Храм Не исчез Он Стал Другим Духовный Храм Тело Мессии Если В древности Первосвященники Заходили Во Святой Святых С кровью Ритуально Бескровленного Козленка Туда Во Святой Святых Кадош Кадош Но То Иисус Христос Мессия Говорится Об этом Постаре Кевреям Что Он Вошел В самое Небо За нас В самое Небо Потому Что Этот Земной Храм Был По Образу Небесного Все Что Было Построено Людьми В этом Храме Это Было Лишь Как бы Тенью Это Было Символом Того Что В небе Существовало Что В небе Это Было И Иисус Христос Вошел Как Первосвященник Вошел В самое Небо За нас Друзья Мои И Вот Уже Два Тысячелетия Семь Дни и в неделю Два Четыре часа В сутки За нас За всех Людей Предстоит Пред Отцом Со своей Кровью И его Жертва Принята Его Божеская Кровь Принята Жертва Совершилась И сегодня Любой Грешник Любой Человек Еврей Украинец Русский Американец Африканец Любой Любой Человек Любой Нацией Любой Культуры Написано Вся Кий Кто Призовет Имя Господне Спасется Сегодня Каждый Кто Призовет Имя Господа Иисуса Христа Отсего Сердца Осознай Что Христос Умер За всех Но Именно За него Пронял Также Свою Кровь И Воскрес Для Его Правдания Призывай Имя Господа Иисуса Христа Он Приходит Удивительным Образом Пред престол Небесного Отца Тайна Совершилась Удивительная Тайна Совершилась Царственное Священство Народ Святой Взятый Будем Богом Друзья Мои То Что Во времена Моисея И того Великого Исхода О котором Будем Соминать Вот Скоро Оно Частично Совершилось В новом Договоре В новозаветное Время Совершилось Абсолютным Образом Совершилось По-настоящему Тогда Во время Великого Исхода Во время Освобождения Народа Из царства Тьмы Из царства Египетского Из подвласти Фараона Который был Прообразом Дьявола Тогда В те времена Бог Вывел Отцов Наших Не только Из Рабства Египетского Он Он Привел Их Горе Он Дал Им Заповеди Постановление Правила Совершилось То Что Можно Назвать Бога Установление Совершилось Тайно Но Мечта Бога Была Удивительная Те Кто Библию Читают Те Знают О чем Я говорю Кто Еще Не читал Об этом Пожалуйста Прочтите Дома Сегодняшним Вечером Придите Или Завтрашним Днем Найдите Время Откройте Ветхий Завет Откройте Книгу Исход И с самого Власти Египтян Дать им Свободу И вести В землю Которую Он Клялся Отдать Авраму Исааку И Якову Друзья Мои Удивительная Тайна Совершилась И Это Было Не только Для Евреев Некоторые Неевреи Огорчаются Порой Читают Книгу И думают О это Только лишь Евреев Касается Это Не касается Моей Нации Допустим Украинской Нет Дело В том Что Это Касается Всех И каждого Все Ли Евреи Послушались Бога Все Ли Евреи Поверили Мессии Не Мессии Про Образу Мессии Поточнее Говорят Спасителю Своего Поколения Моисею Все Ли Поверили Нет Господа Не все Об этом Говорит Еврейское Старое Предание Во-первых Во-вторых Об этом Сегодня Говорят Ученые Археологи Нашли Подтверждение В нашем 20 Уже Прошедшем Столетии Этому Старому Еврейскому Преданию Что Не все Далеко Не все Евреи Поверили Моисею Частью Остались Евреи В Египте И Археологи Нашли Этому Подтверждение Очень много Следы Присутствия Еврейского И после Великого Исхода Так вот Но только Лишь Евреи Вышли Только Лишь Евреи Поверили Богу И поверили Моисею Они также Вышли Из Египта Они прошли По Суше Как бы Как по суше По дну морскому Кто в храме Слышал Это песнопение Часто Его поют Одно время Вы можете Слышать Его Мне очень Нравится Я Тупо Суху Пешешествовав Израил Повез Нестопали Гонителя Фараона Видя Потопляема Богу Победную Песнь Поим Апияше Слава Богу Друзья Мои Так вот И Те Евреи И те Неевреи Что Уверовали Бога Те Кто Приняли Этот Призыв Те Кто Пошли За Моисеем Они Все Подошли К горе Они Прошли Море Они Видели Трупы Врагов На берегу Они Совершили Великий Исход Они Были У горы И они Слышали Заповеди И Бог Дал Заповеди Но Бог Сказал Еще Кое Что Из Того Что Не Исполнилось Время Великого Исхода Вы Это Прочтете В книге Исход В 18 главе 19 главе В Эти Двух главах Найдите Это Потрясающее Откровение Бог Сказал Что Горе Нельзя Было Прикасаться Даже Только Лишь Один Моисей Мог Подняться Туда Но Он Сказал Не Только Это Он Сказал Еще Кое Что Что Во Время Протяжного Трубного Звука Они Могут Подняться На Гору Шафары Небесные Звучали Небесные Шафары Небесные Трубы Звучали И Они Звучали Коротко Прерывисто А Потом Стали Чаще И чаще И потом Длинные Звуки Небесные Пошли И В этот Момент Все Они Все Евреи И все Неевреи Что Вышли Из Египта Они Могли Подняться На Гору В присутствии Отца Небесного Представляете Но Это Не Свершилось В 19 Главе Сказано Прямо До На Оборот Не Свершилось Когда Люди Все Те Евреи И те Неевреи Что Вышли Из Египта Они Услышали Не Просто Прерывистые Звуки А Длинные Звуки Небесных Шафаров Ангелы Шафаристы Трубили Перетрубили Это Все Народ Испугался Все Люди Они Испугались Они Развернулись На 180 Гадусов Они Пошли В противоположное Управление Стали Вдали И Не Смели Туда Подняться Мечта Бога Не Осуществилась Тогда Ну Не Расстраивайтесь Друзья Она Исполнилась Спустя Много Столетий Она Начала Исполняться И Она Сейчас До Сегодняшнего Дня Исполняется Это Мечта Бога Я Убежден Она В ближайшее Время Исполниться Во всей Светполноте Это Мечта Бога Друзья Мои А Начала Она Исполняться Знаете Когда Уже В Новом Завете Книга Деяний Апостолов Вторая Глава Когда Спустя Много Столетий Люди С разных Народов Евреи И Празелиты Уверовавшие Бога Авраама Исаака Якова С разных Народов Приходили На праздник Поклонения Богу Они Приходили На праздник Шабуот Или же Мы называем Пятидесятница Или в народе Мы называем Сейчас Троица Пришли Для Поклонения Богу С разных Народов И в этот Момент Это было Удивительно Это было После Распятия Христа В воскресении Иисуса Иисус Уходя Он сказал Ученикам Своим Что Никуда Не уходите Из Иерусалима Пока Не облечете Силой Свыше Пока Вы не наполните Силой Святого Духа Он Являлся Очень многим Он На протяжении Сорока Дней Он являлся Ученикам И говорил Многим Ученикам Некоторые думают Только лишь апостолом Двенадцати Нет Ни в какой Разе Он являлся Сотними Людей Павел Пишет Что однажды Одно время Более чем Пятиста Братьев являлся То есть собрание Было большое Но кроме Братьев Мы полагаем Там были еще И сестры Наверняка То есть Ну можно Предлагать Тысячные Собрания Иисус Являлся Не только Где-то В квартирах На таких Конспиративных Явочных Квартирах В маленьких Собраниях Но являлся И в больших Собраниях И говорил Людям О царстве Но Из этих Сотен Многих Сотен Людей Можно Предлагать Даже тысяч Кто Видел Христа Воскресшего Только Человек 120 Примерно Отнеслись Вполне Серьезно К словам Исии Даже Не все Те Кто пережили Встречу Христом Воскресшим Не все Те Дождались Обещанного От Отца Для нас Это тоже Наука Сегодня Не все Те Кто слышит Слово Они блажены Но кто Слышит И исполняет У многих Обычай И тогда Было Некоторые Говорят Это сегодняшний Христианство Такое Не И тогда То же Самое Было У многих Было Обычай Оставлять Свои Собрания Не приходить Умничать И говорить А что Нам Христос Являлся Сами Воскресший Мы Умничать Умничать что сказали, нет, а мы-то не дождемся. Будь что будет, мы будем ждать до потери пульса. Мы будем ждать, пока не дождемся. И они дождались. И вот в этом собрании была Матерь Иисуса Христа Мария. Там были другие женщины, не только мужчины. Порой на иконах, например, на картинах 50-х, на 70-х, только лишь 12. Но там было не 12 и не 13. Там было гораздо больше. Там было человек 120. И там были мужчины и женщины. И они исполнялись Духом Святым. Друзья мои, это был праздник Пятидесятницы. Праздник Шабоот. Тот самый праздник, когда вспоминается завершение, как бы, великого исхода. Когда Бог дал нам свои заповеди. Когда Он говорил там у горы. Когда Он приглашал всех в свое присутствие. Но не все. Только лишь один Моисей был в его присутствии. Но ничего, друзья. Вот уже 2000 лет постепенного такого восстановления. Строительства небесного Иерусалима. Строительства, на самом деле, удивительного сооружения. Которому нет аналога вообще в истории человечества. В истории вселенной. Церковь Бога Живого. Столб и утверждение истины. И главой, куполом, как бы, этого великого храма всех времен и народов является сам Иисус Христос. И фундаментом, основанием. И всей этой постройкой, по большому счету, является сам Иисус Христос. А мы, как живые камни. Мы, как клеточки в этом великом вселенском организме. Христиане. Если мы рождены от Него, то мы имеем в себе Его ДНК. Мы Его в теле Господнем. В каждой клеточке живой. Сам Иисус Христос. Сам Иисус. Аминь. Друзья мои, братья и сестры, у нас немного времени. Этот вечер я хочу еще перед тем, как помолиться. Только одна записка, но будет больше. Если вопросы есть какие-то, то пишите. Я постараюсь вообще ответить на вопросы. Знаете ли, у меня есть некоторые такие просьбы. Вы можете, если сами не сможете, допустим, завтра быть, то вы кому-то передайте ваши записчики, чтобы они остались здесь. Я хочу ответить, потому что запись позволит многим людям услышать. И позволит вам самим впоследствии, даже если вы не будете сами присутствовать здесь, допустим, завтра, да, вы сможете услышать ответы на ваши вопросы. Так вот, друзья мои, и хотелось бы в завершение этого вечера, сегодняшнего, первого вечера, знаете ли, помолиться. Помолиться молитвы покаяния. Помолиться самой главной молитвой. И не только покаяния. Я сегодня вспомнил один праздник, походу. Праздник Ханука, праздник обновления. Как написано в Новом Завете, в Евангелии от Иоанна, в 8 главе, 22 стих, написано, и была зима, и был праздник обновления, то есть Ханука. И Иисус Христос был в притворе Соломоновым, он был там, при храме, и он именно на Хануку открыл величайший секрет, величайшую тайну своего мессианства. Он сказал, в 30 стихе записано, очень коротко и ясно, яснее не бывает. Я и Отец одно. Он чуть жизнью не поплатился за эти слова. Его хотели убить там же, но он прошел. Не было еще времени там. Друзья мои, это откровение, за которое сегодня убивают христиана. Не верите? Вот посмотрите на втором этаже, там, где о мучениках говорится, современных. И сегодня убивают тех людей, которые порой не у нас в Украине, но вообще в некоторых странах, допустим, арабского мира, Африки, Инда, Китая. Некоторых людей, христиан убивают за то, что они верят, что Иисус Христос это Господь, Бог и Спаситель. В арабском мире, именно среди мусульман, есть мнение, что у Бога нет Сына. Даже в их книге, которую они называют Священным Писанием, это, конечно же, совершенно не Священное Писание, это ложное Писание. Вот. Там говорится в одном из аятов, отцом для смертного не называй его. Я много с мусульманами разговаривал, и даже когда я ехал сюда, я ехал в одном купе с одним мусульманином, чеченцем. Мы общались вместе, он религиозный, молодой человек, он молится, хотя полное купе было и полный вагон был людей, он намаз совершал, несмотря на то, что, как бы, он был один мусульманин только в этом поезде, я так понимаю, потому что я не замечал, что кто-то еще присоединялся к молитве, к нему. Вот, он залезал на вторую полку к себе и совершал намаз. То есть, ревностный человек, ревностный последователь своей религии. И это было, как бы, ну, сразу видно. Я ему говорил, а вначале я сказал, что я вижу, что вы очень ревностные, что я похвалил его за то, что он, как бы, ну, не стесняясь исповедует свою веру. Его хоть что, хоть по барабану, он все равно, он свою веру исповедует. Да, но я сказал так. И как у вас была встреча с Богом? Как у вас совершилась эта встреча с Богом? Он говорит, что его родители очень религиозные. И вот пять лет последних он не упускает ни одного намаза, ни одной молитвы. Я стал объяснять, рассказывать ему о том, что Бог совершил в моей жизни. И Бог дал слово. Бог дал свое христие для этого молодого человека. И когда мы расставались, мы расставались удивительно. Он не хотел меня отпускать, как брата. И я ему рассказывал эту историю, как Бог пришел в мою судьбу. Как Он изменил мою жизнь. Как я осознал себя самым грешником на этой земле вообще, самым последним грешником. И как Бог, как праведник, как спаситель пришел в мою судьбу. И как чудо произошло в моей жизни. Знаете ли, очень многие люди, исполняя многие религиозные традиции, обряды в разных религиях, в христианской, нехристианской традициях разных, нуждаются на самом деле не в обрядах новых, а нуждаются в живом Спасителе Иисусе Христе. Нуждаются в живом Мессии. И Иисус Христос, Он приходит в судьбы людей. В Австралии я жил в таком районе, где как раз большинство евреев живет, в Мельбурна, в частности, в штат Виктория. И я жил на квартире у одного брата, который закончил Ешиву, вырос в ортодоксальной еврейской семье, собирался быть раввином. Но в Мессии пришел его жизнь. Он сейчас мессианский служитель. Удивительным образом он пожертвовал своей карьерой, пожертвовал тем, что годы какие-то отдал этому обучению. И как бы, и в общем-то, плюс еще отторжение от семьи, потому что в основном, не то что в основном, а в его семье никто его не поддержал, наоборот, на него как на предателя стали смотреть. Но, знаете ли, есть вещи, которые не стоят просто ничего. Есть вещи, которые, на самом деле, бесценные вещи. И есть сам Иисус Христос. Когда Иисус Христос, Он в моей жизни, знаете ли, вообще, когда Бог пришел в мою судьбу, тоже были такие испытания. Мама даже говорила, лучше ты был бы пьяницей или тюремщиком, но только неверующим. Я работал в храме, православном, обычном храме, но дело было не в храме, дело было не просто в традиции. Я любил Иисуса Христа, я к Нему шел. Не просто к храму, не просто к батюшке. Я к Нему шел. И, знаете ли, друзья, очень сложно порой людям принять правильное решение. Мои родители были атеисты, они не верили в Бога, и, как бы, они жили этой неправильной верой своей, атеистической верой своей жили. Но я знал, что Бог есть, Бог существует, Он творец неба и земли. Я с Ним пережил встречу, кстати, об этом тоже расскажу, но уже не сегодня, времени уже нет. И уже больше 30 лет назад, когда было в моей жизни первое покаяние, вот обращение к Богу, я покаялся в экстремальных условиях, совершенно экстремальных, ненормальных условиях. Я покаялся в условиях смерти, я переживал смерть от двусторонней пневмонии, воспаления легких. И Бог во благо обратил это все в моей жизни, потому что, знаете ли, я пережил с Ним встречу, пережил покаяние, правда, это было сопровождалось именно осознанием своей греховности. Я видел себя самым плохим мальчиком, который жил на этой земле вообще. А Он такой хороший, а я такой плохой в сравнении с Ним. И во мне ничего не было из Него, от Него. Знаете ли, не дай Бог оказаться перед любящим Богом, очень любящим, очень хорошим, добрым, благим. Иисус сказал, никто не благ, как только лишь Бог вообще. То есть Он действительно по-настоящему, не по-нарошку, а по-правочному Он благой, Он хороший, добрый. Но не иметь в себе Его любви, знаете, и... Но я счастливчик, я считаю, мне очень в жизни везет. И мне очень повезло тогда, 30 лет назад, потому что я вернулся, у меня появился шанс еще пожить. Пожить еще раз. Обычно оттуда никто не возвращается, но... Не то, чтобы никто не возвращался, возвращаются люди, но, как правило, оттуда не возвращаются. Но некоторым все-таки везет в этой жизни, и они возвращаются. Не то, чтобы эта жизнь лучше, чем та, но дело в том, что здесь можно сделать то, что там нельзя сделать. И самое потрясающее, что можно здесь делать, это покаяться и работать над ошибками. Не забывать об решении прежних грехов своих, жить жизнью с Богом, делать добрые дела. Жить ради других людей. То, что здесь мало ценится, там это очень сильно ценится. И наоборот, то, что порой здесь имеет великую ценность, там оно не имеет никакой цены абсолютно. Друзья, и пусть Господь Бог сейчас благословит нашу молитву. У нас немного времени осталось. Я хотел бы попросить сейчас... Да, спасибо. Я хотел бы попросить сейчас выйти сюда. Давайте поднимемся, господа, братья и сестры, дорогие друзья. Поднимемся. И попрошу выйти сюда сейчас тех, кто хочет покаяться. Это важно сделать именно так. Выйти вперед, не постесняться. Почему? Поясняю. Сам Иисус Христос сказал следующее. Что кто при людьми меня исповедует, того и я исповедую пред отцом, пред ангелами. Павел Богом. Проходите, пожалуйста. Юноши, девушки, бабушки, дедушки, мальчики, дедушки, разные люди. Заходите сюда. Слава Богу. И еще, мы подождем минутку. И еще, пожалуйста, я хочу попросить еще тех, кто уже каялся, допустим, но сейчас еще сомневается. Сомневается, нужно ли вернуться или не нужно. Но стоит вернуться или не стоит. Стоит вернуться. Стоит. Слава Богу. Слава Иисусу Христу. Это аплодисменты Богу за вас. Кстати, в самом начале фаслал сказал такие слова, что мы аплодисментами выражаем благодарность Богу. Это тоже правда. В Библии об этом говорится. Воспоречите Господь, оно написано, все народы. Воспоречите Богу глазом радость. Слава Богу. Один проповедник еще в глубокой древности, Иоанн Златоуст, патриарх Константинопольский. В конце четвертого столетия он однажды произнесла эту проповедь. Он назвал ее таким образом. О рукоплесканиях в храме. И он сказал такие слова. Что собираясь, допустим, на спортивных соревнованиях, допустим, как Евро, мы рукоплесчем победителем, чемпионом, допустим. Собираясь где-то еще политиком. Но собираясь в храме Божьем, мы рукоплесчем всемогущему Богу, достоинного всех рукоплесканий наших. Дорогие друзья. И я обращаюсь даже к нашим зрителям. Эти люди вышли сейчас вперед. Они не постеснялись имени Иисуса Христа. И я убежден на основании Библии, на основании Слова Божьего, что за это, даже именно за это даже, может быть, не до конца человек понимает даже еще многие вещи. Но даже ради того, что он не постеснялся имени Иисуса и вышел вперед, Иисус не постесняется их назвать имена там, на небесах. Сегодняшний вечер он назовет их имена на радость всем ангелам. Потому что даже об одном грешне, кающемся, на небесах есть радость для ангелов Бога. И не только для небесных ангелов, но и для демонов, для бесов. Потому что бесы сегодня трепещут. Потому что дьявол сегодня локти кусает. Потому что из его сетей уходит добыча его. Может ли быть это? Да, может. Добыча может быть запрятана прямо сейчас. Потому что Иисус Христос, Он забирает добычу. Он похищает похищенное. Он возвращает. Друзья мои, и в еврейском языке слово покаяние, шума, означает буквально возвращение. Мы возвращаемся домой. Мы возвращаемся к нашему небесному, доброму, благому Отцу. Которого забыли. Которого оставили. Даже со времен нашего праотца, еще Адама. Но мы возвращаемся к Нему. Давайте вышедшим вперед, друзья. И наши телезрители, которые будут молиться сейчас вместе с нами. Этой молитвой. Если кто-то хочет присоединиться, не постесняйтесь, сейчас у вас еще есть время. Вы можете выйти. Да, я вижу, кто-то еще хочет выйти. Не постесняйтесь. Потому что это очень важно. Знаете, это... Это... Это правильно. Потому что ты молодцы. Слава Богу. Это правильное решение. Это правильное. Слава Богу за вас, что вы лучшие. Слава Богу. Это правильное решение. Это мужественное решение. Это правильное. Девушка, тоже представляете, да? Слава Богу за вас. Слава Богу. Слава Иисусу Христу. Спасибо тебе, Господь. Спасибо, Господь. Дорогие друзья, и давайте мы закроем наши глаза чтобы максимально сконцентрироваться сейчас на Боге, на Господе. Давайте осознаем свою греховность. Любой нормальный человек понимает, что он грешник. Но давайте примем и то, что Бог любит нас. Он полюбил нас очень сильно. Он любит нас. Он отдал Сына Своего за нас. Иисуса Христа. Иисус Христос. Давайте это осознаем, примем это, поймем это. Умер лично за тебя и за меня, за каждого из нас в отдельности. И за всех нас. Он пролил Свою кровь за нас. Чтобы мы не погибли, чтобы мы не пошли в ад. Чтобы мы не были разделены, от Бога отделены. Но чтобы мы были прилеплены к Богу, возвращены к Богу. И давайте осознаем это сейчас все. Давайте покаемся, попросим Бога прощения. Дорогие друзья, давайте мы скажем, вышедшие вперед, наши зрители, присутствующие в зале, давайте мы скажем все вместе сейчас такие слова. Но каждый молится, это как от себя, от своего сердца. Конечно же, не только можешь повторять эти слова, говори своими словами, слова покаяния, говори Богу, Бог прости меня, пожалуйста, ради Иисуса, ради всего святого, прости меня, пожалуйста. Давайте мы сейчас скажем такие слова вместе. Отец Небесный, Бог Святой, я прихожу к Тебе с верой, надеждой, любовью. Я благодарю Тебя, Ты возлюбил меня и весь мир и отдал Сына Своего Иисуса Христа за всех нас. за меня. Иисус Христос, Сын Бога Живого, помилуй меня грешного, приди в мою жизнь, прости меня, Господь мой, Иисус, Целитель мой, Освободитель мой, прости меня, исцели и освободи, Духом Святым Своим, наполни меня, благодарю Тебя, Господь. Аминь. И давайте скажем такие слова, друзья, очень важные слова, потому что мы совершаем сейчас Великий Исход, Пасха совершается, Пасха не только Красный День Календаря, это не просто раз в году событие, нет, это покаяние, это восстановление, это спасение, когда грешник кается, Пасха совершается, наша Пасха, это сам Иисус, Христос, заклонный за нас, воскресший, когда одержимый освобождается от бесов, Пасха совершается, Исход совершается, когда больной истреляется от болезни, Пасха совершается, Иисус действует и сегодня тот же Он, что и вчера, и Он в победе тот же. Господь Святой, я прошу тебя, благослови сейчас нашу эту молитву, благослови, Господь, вышедший вперед, благослови, Господь, почти их сейчас, пред ангелами назови их имя, пред Отцом Небесным Иисус, провозноси их имена, они тебя своим Господом назвали, назови их сейчас своими детьми, назови их, Господь, их имена, на радость всем ангелам, ангела до рукоплеща тебе, Господь, сегодня, Божий, на зависть и на поражение всем бесам, во имя Иисуса Христа, и вышедших вперед, и кающихся, давайте скажем такие слова сейчас, во имя Иисуса Христа, я отрекаюсь от греха, отрекаюсь от зла, отрекаюсь от болезни, проклятия, во имя Иисуса Христа, отрекаюсь от дьявола, во имя Иисуса, Иисус Христос, моя жизнь, моя Пасха, Закон за меня, и воскрес, для моего оправдания, мой Господь, мой Спаситель, благодарю Тебя, Господь, Аминь, Боже Святой, благослови, Господь, молящихся сегодня, я прошу Тебя, Господь, в этот вечер, Боже, прикоснись сейчас каждому, вышедшему вперед, я прошу сейчас священнослужителей, пасторей, кто есть в зале, пастор, я вижу, кто еще из пасторей, помолитесь тоже за них, помолитесь за каждого, вышедшего, помолитесь и благословите, пусть жизнь их совершится через дамы. Субтитры создавал DimaTorzok